Появившийся в Бресте относительно недавно, этот вид спорта уже успел покорить сердца как юных, так и взрослых брещан. Многие из которых сделали айшток не просто своим хобби, дополнением к основной работе, а настоящим смыслом жизни. Кто-то из них имеет собственный бизнес, кто-то занят в строительстве, гостиничном деле, энергетике. Однако это не мешает им приходить каждое воскресенье в парк, где проходят тренировки. Один раз я попробовала бросить вот этот блин, как мне показалось, очень тяжелый и несовместимый с моим образом жизни. Я не думала, что я вообще спортивная и буду заниматься этим видом спорта, но как только стало получаться, я поняла, что айшток это моя жизнь и я буду этим заниматься. Чемпионат мира, проходивший в конце февраля в итальянском городе Риттен, доказал, брестские энтузиасты под руководством талантливого немецкого наставника могут покорять серьезные вершины. И взрослые и юниорские команды смогли перейти из группы Б в сильнейшую А, показав, на что способны белорусские спортсмены. За семь лет существования айштока в Беларуси мы достигли многого. Конечно, главное это то, что теперь мы перешли из группы Б в группу А, а это новый, более высокий уровень и самые серьезные соперники. В Бресте айшток развивается с начала 2000-х. Наш город является лидером по подготовке спортсменов для этого состязания. С подачи немецких коллег, благодаря поддержке Брестского горосполкома, айшток сегодня развивается особенно активно. В 2013-м под крылом многопрофильного центра детей и молодежи появились первые и единственные в республике юниорские команды, игроки которой входят в национальную сборную. Не отстают от ребят и взрослые спортсмены, каждый день ставящие перед собой новые вершины. У меня в личном результате на дальность получилось завоевать третье место для Беларуси. Это достойный результат для первого раза, я считаю. Будем стремиться. Теперь мы играем в группе А. Это высшая лига в айштоке. И будем стараться стремиться к новым победам. В айшток можно играть в любое время года и на площадках с разным покрытием. Лед, асфальт, тротуарная плитка. В Бресте существует семь рабочих штоков. Тренировки проходят по воскресеньям в парке 1 мая. Все желающие могут прийти и не просто провести выходной день с пользой, но и проверить свои силы и способности.